Дмитрий, приветствую вас. Для тех, кто вас не знает, ни разу не видел ваши ролики в ютубе, кто вы и чем вы занимаетесь? Я занимаюсь практиками самосовершенствования тела, энергетика, сознания, гармонизации по шаре мозга. И эти практики просто выискивал в разных традициях. То есть передаете знания, которые вы накопили на своем опыте, грубо говоря, проверили чисто, да? Я знаю, что у вас был опыт про иноедения, что это такое, для чего это нужно и что это вообще дает. Уровень энергетического питания, где человек, занимаясь определенными практиками очищения тела, наполнения тела, очищения психики и разума, способен насыщать тело не физической пищей, а энергетической пищей. Сколько времени заняла вот эта ваша практика про иноедение? Что это вам вообще дало? В разных традициях я изучал практики энергетического питания. В даосских направлениях эта техника называется ши цигун. У буддистов это называется буддистского цигуна, называется техника бегуши. В Тибете эта техника называется чудлен, в казачьем это техника солнцеедения. И в традиции 18 митских сельхов это техника чакральное питание белым светом. И вот я их изучал все, вот эти вот практики. И остановился на ши цигун даосской и чудлен тибетской. Шел я от всеедения до энергетического питания 2 года. И сам уже опыт энергетического питания был 4 года. На протяжении 4 этих лет было около 4, возможно 6 небольших откатов назад. Многие говорят, что допустим невозможно практиковать там голодание, параноедение, без того, что ты очистишь свое тело от паразитов, от грибков. А некоторые говорят, что наоборот полное голодание, там сухое, либо на воде полностью очищает нас. Ваш опыт, что вы думаете? Во время голодания наш организм начинает искать альтернативу питания. И по ходу этого поиска он начинает нас очищать. И чем грязнее было тело до голодания, тем меньше оно нас почистит. Не каждое голодание способно прочистить физику, костный уровень органов, меридианов, психику. У большинства людей голодание только чистит физику. И то не так глубоко. Если просто к голоданию подойти более глубоко и заведомо до голодания еще почистится, то сам процесс голодания будет гораздо легче проходить и гораздо глубже. Уже перейдет от физических процессов более тонким, энергетическим и психическим. Поэтому чистка до голодания, она всегда будет плюсом. Либо во время голодания мы будем через чистку и дискомфорт ждать, пока это очистится. Либо заведомо это уже заранее очистить. Как вы считаете, питание, еда, которую мы внутрь себя засовываем, она как-то влияет на наш образ жизни, на образ мышления, помимо того, что она может влиять на здоровье? Безусловно. То, что мы едим, тем мы и становимся. Если хочешь иметь мертвое тело, употребляй мертвую пищу. Хочешь иметь живое тело, употребляй живую пищу. Если хочешь духовное тело, употребляй духовную пищу. И питание напрямую влияет на наш ум и психику. У нас есть наш полушария мозга, нейронная связь, чистый разум, либо психика. И есть кишечник. Наш кишечник имеет настолько сложную нервную систему, как во всем теле вместе взятым. И даже больше того, наш кишечник имеет свою нейронную связь, как мозги. И вот если у человека грязный кишечник, мы думаем своим нижним мозгом. То есть идем на поводу своих вкусовых рецепторов. А если тело чистое, кишечник чистый, то мы начинаем осознаваться верхним умом. И питание напрямую влияет на наш коже ум. Какие три основных продукта вы можете назвать, которые максимально негативно влияют на физику человека, на энергетику, вообще на дух? Любая пища, которая содержит животный холестерин, наш процесс пищеварения – это процесс разложения. А когда животный холестерин разлагается, это только яд и аммияк. Два самосложных яда в природе. Итак, первое – это животный холестерин, второе – это алкоголь. Третье – любая пища, которая чрезмерно подверглась термальной обработке жарки. Фрукторианство. Может, опять же, максимально почистить тело, разум, энергию, либо это лишь как бы рамки питания и ничего более? Может, но это очень долго. Каждый месяц заменяются клетки кожи. Каждые полгода заменяются клетки мышечного покрова. Каждые 10-12 месяцев заменяются клетки органов. И каждые 7-10 лет заменяются клетки костного уровня. Вот чтобы ничего не делать, только питание, культивировать питание и заменить свою структуру полностью, его чистить до костного уровня, это мы должны сыроедить от 7 до 10 лет, чтобы хорошенечко почиститься. А вот что наряду с питанием можно еще делать со своим телом? То есть какие-то энергопрактики, может быть, чтение какой-то духовной литературы? Питание – это только начало. И для того, чтобы питание максимально давало свои плоды, мы должны поднять ПАЖ дыхательными практиками, как минимум задержками, и замаслить организм. И после этого мы начинаем уже менять свое питание. Дальше мы можем ускорять это все энергетическими практиками. И далее более глубоко мы можем это все ускорять медитативными практиками. Самое простое дыхательное – это мы делаем выдох, закрываем нос, и задержка дыхания комфортная. Появилось желание вдохнуть, еще просидели 4-6 секунд, потом вдохнули, отдышались, и через 30 секунд либо минуту делаем второй подход. И вот первая практика – это человек делает минимум 5 подходов, норма 10 подходов задержки дыхания на выдохе. И постепенно доводит их до 60 секунд. Вторая практика энергетическая – это самая легкая насыщающая практика. Это дерево жизни. Это когда любому человеку можно давать без сложных пранаян, без сложных ассан. Это когда человек стоит в стойке обхвата дерева. Это положение тела, где мы аккумулируем энергию и ее синтезируем. Космическая стойка ее называют дауси. А если вот это в стойке дерева, еще дерево дополнительное обнять, это будет дополнительный подъем энергии вверх? Да, это уже друидские практики, так практикуют некоторые. И если взять медитативную, рекомендую начать с концентрации. Допустим, пламени свечи в темной комнате. Научиться удерживать образ, чтобы он не рассеивался, а был собранный. Без напряжения во лбу, в мягкости будет собранный минимум 10 минут. Рассеялся, собрали, время идет все заново. Сейчас в социальных сетях, в инстаграме, вконтакте активно пропагандируют фрукторианство. Как вы считаете, каждому ли человеку это подходит? И можно ли его так вот сразу начинать с очищения резкого питания, да? Каждый человек природный, автономный, целостный. Просто потерял свою целостность, загубив, закислив тело, загубив энергетику, психику и ум. То есть это дано каждому, но начинать сразу нельзя, потому что мы находимся на уровне разных чистоты. Необходимо сначала восстановить свои пять первоэлементов и души. И только тогда, когда мы восстановились, мы можем это менять. И вот кто чище, на уровне тела, души и духа, тому легче перейти, а кто более тяжелее, тому сложнее.